Христос воскресе. На канал The Get поступил вопрос, что такое антипасха. Действительно так звучит, антипасха, как будто бы против Пасхи. Но речь идет не о том, что против, а напротив. То есть это воскресный день, который располагается напротив первого дня Пасхи. Этот день завершает восьмидневный праздник. Праздник, интересно, число восемь, это число символичное, оно означает жизнь будущего века. Потому что Господь в течение предыдущих дней творил мир на седьмой день. Он почил от своих трудов. А здесь мы говорим о восьмом дне. Что такое восьмой день? Восьмой день – это день, который уходит в вечность. И Пасха нас уводит от земной жизни к вечности, от временной жизни к безвременной. И этот восьмой день, он как бы не ставит точку, а ставит двоеточие. Он открывает нам небо. И Пасха запечатлевается в нашей душе. И, собственно говоря, тот опыт радости, неземной радости, радости во Христе, он навсегда остается с нами. Если мы в течение всех этих восьми дней бываем со Христом, не разлучаемся с Ним. Что касается антипасхи, то в этот день читается Евангелие о том, как Господь в конце первого дня, недели, к вечеру после Своего воскресения явился ученикам. И ученики его апостолы находились в горнице. Двери были закрыты из опасения от иудеев. Господь вошел с закрытыми дверями, тело его было духовно, он мог проходить с закрытыми дверями. И преподал им мир. Утешил их. Успокоил их. Конечно, порадовал их. Как сказано в Евангелии, они возрадовались, видели Господа. Вот интересно, человеческая немощь и божественная радость. Как все это сочетается? Казалось бы, люди из немощи, из опасения от иудеев закрыли двери. Если бы они верили в воскресение Христово, если бы они были совершенно убеждены в этом, и сколько в этом не сомневались, они бы открыли двери, они бы стояли у этих дверей, они, может быть, и сидеть-то не смели, а ждали пришествия Христа, когда Он к ним придет. Но все же они боялись. Но Господь, несмотря на их страх, вошел к ним и не осудил их. И преподал им духа. И сказал, что кому простите, грехи простятся. А на ком оставите, оставите. Дал им власть прощать грехи. Но вот интересно, здесь еще и иная тема в празднике Антипасхи. И тема апостола Фомы. Апостол Фома промыслительно не был с ними. И он говорил так, что если не вложу перста моего в язды гвоздиные, если не вложу ладони моей в ребреву, не буду иметь веры. И Господь, когда явился своим ученикам повторно, в присутствии Фомы, и Фома мог сделать то, что он говорил, и Господь позволил ему это сделать, и сказал ему, что он должен быть не неверующим, но верующим. Фома же воскликнул Господь мой и Бог мой. И вот тоже, казалось бы, немощеловеческая. Но здесь не только немощеловеческая, которая бывает у всех людей. А здесь речь идет о еще и серьезном отношении к вере. То есть, видите, можно быть в элегковерном и радоваться поверхностно, слишком эмоционально, но этого мало для того, чтобы вера вошла глубоко в сердце. Фома был из тех людей, который ко всему относился слишком серьезно. Был момент, когда умер Лазарь, и Господь хотел идти в Иудею, и ученики отговаривали его от такого поступка, это было опасно. И единственное, из апостола Фома сказал, пойдем и уберем с ним. Он был готов пойти со Христом куда угодно, даже на смерть. Настолько он был верен ему, настолько он был благодарен ему за все. И трудно заподозрить Фому в каком-то особом неверии. Речь идет все же о серьезном отношении к вере. И вот мы тоже, если мы хотим серьезно относиться к празднику Пасхи, если мы хотим проникнуться этой духовной радостью, и чтобы эта духовная радость была нашим духовным опытом, нам с вами нужно внимательно и подробно изучить, во что мы верим, как мы верим в воскресение Христово. Что для нас в воскресении Христово? Это веселье, которое бывает в пасхальный период, или все же это глубокая радость, которая должна быть, когда мы бываем со Христом? Если мы не разлучаемся со Христом, если мы общаемся с Ним в молитвах, если мы бываем в этих святых единиц на богослужениях, если мы держим в памяти свое бы сердце воскресение Христово, которое относится лично к нам, потому что если не воскресение Христово, то и нам бы спасения не было, и мы бы не имели вечной жизни, и для нас не было бы открытым. Но Христос воскрес, и все открыто отныне, и каждый из нас может войти на небеса, и каждый из нас может быть со Христом вовеки, и быть в этой радости, не разлучаясь с Ним. Если мы укореняем эту веру в своем сердце, если мы не разлучаемся со Христом никогда, не относимся к пасхальному периоду, как к некому отдыху после поста, это не отдых, это серьезный духовный труд, это еще труднее, чем пост, потому что постом мы привыкли, для нас это понятно, что значит покаяться, каяться в грехах, плакать о своих немощах, просить у Бога помощи, но когда наступает Пасха, это день будущего века, когда наступает Царство Небесное, которое к нам особенно приближается, нам бывает труднее, потому что у нас нет такого опыта пребывания в Царстве Небесном, у нас нет такого опыта пасхальной радости, нам нужно этот опыт приобретать снова и снова, и теснее и теснее соединиться со Христом, и не терять благодарность Ему за Его Святое Воскресенье, за Его искупительную жертву, за все, что для нас сделал. Если будет у нас благодарность, значит будет у нас и любовь, будет у нас любовь, будет у нас соединение, а будет с ним соединение, объединение, тогда и праздник Пасхи мы можем вобрать глубоко в наше сердце, и Антипасха, возможно, будет таким этапом возрастания в пасхальной духовной радости. Христос Воскресе! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok